Всем привет! В нашем блоге авантюриста на dvhub.ru мы уже попробовали много разных видов единоборств. И честно скажу, друзья, все они давались мне с определенными трудностями, все-таки физические нагрузки. А вот что нужно сделать, чтобы быть готовым к любому труду и любой обороне? Для этого нужно укреплять здоровье. И сегодня мы займемся самым, что ни на есть, мощным комплексом, известным современному миру. Кроссфит, дамы и господа! Сам кроссфит развивает в человеке 10 разных физических качеств. Силу, выносливость и ловкость. У нас вначале была тревога, связанная с координацией. Тренировка была связана с развитием силы. Сейчас тренировка связана с развитием выносливости. Это один из видов нагрузки. Просто сегодня по структуре последних циклов у нас выкручена вот такая система нагрузки. Мы развиваем разные функции. Тренировки постоянно разные. Есть сложные, легкие. Сегодня вам так повезло. Сегодня не очень простая тренировка. Будет с чем сравнить. Ключевое, просто все, что мы сейчас будем делать, должно развивать много разных функций. И мышцы, и дыхательную систему усилить судистую. Поэтому у кого-то есть слабое звено, связанное с мышцами в системе. Он будет отдыхать, пока мышцы не справляются. Кто-нибудь не сможет активно дышать. Кислорода будет недостаточно. В том случае, скорее всего, уйдет и другое. Ну да. Так что все преимущества ты почувствуешь потом. Ясно. Приседание написано на доске. Ты первый делаешь подтягивание. Второй делаешь махи гири. Потом приседания с гирей. Потом отжимания от пола. Потом приседания с гирей. Потом бег. На самом деле, акционно написано на доске. И будешь делать паузу в любом случае. Кроме времени, можешь подойти к доске и посмотреть. Ты сделаешь 50 подтягиваний. Если забыл, либо ко мне спрашиваешь, либо к доске. Смотришь, как следующее по порядку. Сделай следующее, идешь на следующее. То есть ты постоянно передвигаешься. Отдых, когда захочешь. Может, там тебя 17 раз подтянулся, отдохнул. Там еще 3 раз, там еще 20 раз. Сколько тебе угодно. Важно сделать как можно быстрее. Хорошо? Хорошо. Договорились. Ну вот, я готов к этому мощному. Я не знаю, как это вообще будет. У меня такое ощущение, что это все равно будет как пытка, друзья мои. То есть я понимаю, что здесь все подготовлены в той или иной степени люди. Для меня физподготовка – это как бы место не просто слабое, а слабое, что называется, в превосходной степени. Первое упражнение, я его даже до конца выполнить не могу. У меня руки уже офигевают просто. По существу, кроссфит – это комплекс силовых упражнений. Опытный инструктор подсказывает каждому из участников тренировки индивидуальные моменты, связанные с комплекцией и уровнем подготовки. У меня, откровенно говоря, Децл двоит в глазах и дышать очень тяжело. У меня до конца всего этого осталось 10 минут, а мне еще надо… А я уже не знаю, сколько раз мне надо поднять эту гирю. Каждое упражнение необходимо выполнять четко по инструкции, так как именно правильное исполнение гарантирует максимальную нагрузку для всех групп мышц. Ну вот, дорогие друзья, мы завершили тренировку по методу кроссфит. Честно говоря, результат у нас средненький. Самый легкий в четвертой подгруппе, ну, наименьшее количество нагрузки. Из 25 минут, отведенных на тренировку временем, мы потратили 23 минуты, 48 секунд и 585 каких-то там частей этих секунд. Одно могу сказать точное. Человек, способный регулярно выдерживать эту тренировку, чертовски здоровый и накачанный человек, наверное. Так что, если вы все еще готовы прийти сюда и как следует над собой поиздеваться, потренировать все части своего тела до уровня Арнольда Шварцнеггера или Сталлоне, кому как нравится, то welcome to hell, spot hell. Это был блог авантюристы на dvh.ru. Занимайтесь, тренируйтесь. Ну, желаю вам остаться в живых. Субтитры сделал DimaTorzok